Последний день в Болгарии. Мы все-таки решили выбраться немножко на улицу, дождь закончился. Очень много такой вот эротической развлекухи. В такой шторм вряд ли здесь отправляются корабли в Несебр. Сергей? Я говорю, да, Сергей. Моля, почистите, стоята. Вытекает горючее, так что, если что... Доброе утро, дорогие мои друзья. Ну вот, последний день в Болгарии, в общем-то, ну как последний. Завтра мы улетаем отсюда, а сегодня у нас последний полный день. Мы находимся в отеле Мертурии, и уже третий раз я набираю один и тот же завтрак. И, в принципе, он меня устраивает, он вкусный и питательный. Хоть и не блещет разнообразие. Особенно мне нравятся вот эти блинчики с шоколадом. Аж слюнки потекли, так хочется есть. Сегодня у нас абсолютно никаких планов. На улице сквернейшая погода, дождь, льет просто с самого утра. Мы думали понежиться на пляжике, но этот план сорвался, поэтому я даже не знаю. Если дождь прекратится, возможно, мы еще прогуляемся по этому солнечному берегу. Который не солнечный ни разу. Да, который совершенно не солнечный, а берега мы еще и не видели. Если же не прекратится, то тогда этот день будет довольно-таки скучным. Но вы все равно не переключайтесь. Приятного аппетита. Уже 2 часа дня, а дождь все не прекращается. Представляете, он идет с самого края, до сих пор идет и даже не заканчивается. Можно даже сказать усиливается. Хотя, вроде бы сейчас немножко успокоился. Но все равно, небо полностью затянуто серыми тучами. Но вообще никуда не хочется выходить из номера. В общем-то, мы из отеля пока еще не выбирались на улицу. Хотя думали пойти куда-нибудь покушать. Не знаю, решимся ли мы на это. Полностью весь балкон мокрый. Улица мокрая. Лужи прохладно. В общем, даже не верится, что 2 дня тому назад мы ходили в шорках и в футболках. Сейчас достаточно прохладно, к сожалению. А еще посмотрите, какая у меня есть карта от туроператора Кит, с которым мы путешествуем по Болгарии. Очень красивая карта. Реально очень креативно сделана, с красивыми иллюстрациями. И здесь можно увидеть, где мы путешествовали. То есть мы где-то въехали в Болгарию, где-то здесь. Здесь не обозначено. И сначала приехали вот сюда на золотые пески. Но мы были в Балчике, в Албене, кажется, мы были. В Варне мы были. Также мы здесь проезжали вдоль побережья и приехали сюда, на Сани Бич, где мы сейчас находимся. Солнечный берег. А также мы ездили на экскурсию в Бургас, в Созополь. То есть вот, в принципе, мы увидели немножечко побережье Черного моря Болгарии. Но посмотрите, сколько всего мы еще не увидели. Здесь есть и замки какие-то, и другие интересные места. Вот еще какой-то замок. Так что при возможности, конечно, с удовольствием бы посетил Болгарию еще раз, но уже другую часть, которую не видел. Мы все-таки решили выбраться немножко на улицу. Дождь закончился. Пройдемся к морю. Посмотрим все-таки на тот самый солнечный берег. Хотя солнечным его, конечно, сейчас не назовешь. Возможно, что-нибудь еще перекусим в какой-нибудь Зябий Гайловке. Ого, смотрите, мужик пошел купаться. Вот это настоящий суровый турист, которому плевать на то, есть солнце или нет. Смотрите, какая тут развлекуха есть на улице. Правда, мальчика почему-то не хотят либо есть. Посмотрите, замечательное заведение. Замечательно оно тем, что прямо у входа висит флаг Украины. Это очень приятно. По правую сторону или по левую, смотря откуда смотреть, вот флага Болгарии и Англии. Смотрите, секс-шопы, всякие, гоу-гоу-дэнс и прочее на каждом шагу фактически. То есть тут очень много такой вот эротической развлекухи. Такой активный движ, вы знаете, видимо, все ждали, когда закончится дождь. И вот он закончился, и все побыстрее. Смотри, Бургер Кинг. Бургер Кинг это даже интереснее, чем Макдональдс, я тебе хочу сказать. Смотрите, футбол. И опять мы видим флаг Украины. Это просто прекрасно. Зазывалы практически у каждого бара. О, это отель? Ну, ничего себе, движняк. Да, тут, наверное, не уснешь. Здесь есть мега-аттракцион, нам предложили. Всего 25 левов, и на этой фиговине можно взлететь куда-то вверх, вверх, вверх. Но боюсь, что мы этого не будем делать. Кстати, да, вот мы вышли на пляж. Вы посмотрите на это море. Мы сейчас выйдем на этот пирс. Огромные волны. Никто в море, естественно, не купается в такой шторм. Множество лежаков. Так вот выглядит тот самый солнечный пляж. Sunny Beach. Как я и говорил, солнца нет, но пляж действительно есть. И достаточно большой. Правда, ну, такое огромное количество лежаков, что я представляю себе, когда они все заняты людьми, тут, наверное, что-то, нечто похожее на консервную банку. И красивый вид на такие горы вдали, побережье плотно застроенное. Что ж, идем дальше. Нет, вот нашлись, нашлись смельчаки, которые решили помочить ноги в море. Я бы тоже хотел, но, наверное, тоже этого не сделаю. За всю поездку в Болгарии даже ноги не помочил в Черном море. Наверное, с этого пирса очень любят прыгать в воду люди, если это разрешено, конечно. Но даже если это не разрешено, уверен, что такие находятся. Ну да, как я и сказал, прыгать в пирса не разрешено, но, опять-таки, уверен, что находится много людей, которые это делают. Смотрите, здесь такая прикольная часть пирса, где видно море под ногами. Внимание, не спешите. Не спешите куда? Не спешите в воду. Каждый день с центрального моста каждые 20 минут отправляется корабль из солнечного берега в Несебр. Рабочие часы с 10 до 21. Но я так понимаю, что сегодня у них все-таки выходной, потому что в такой шторм вряд ли здесь отправляются корабли в Несебр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Друзья, вот мы едем в аэропорт от солнечного пляжа, где находился наш отель, до аэропорта ехать 30-40 минут и через 20 минут где-то мы уже будем там. Вот мы прибыли в аэропорт. Смотрите, какие прекрасные у нас самолеты. Вот я уже вижу надпись над зданием аэропорта «Летище Бургас». Субтитры сделал DimaTorzok «Летище Бургас». «Летище Бургас». Мы даже не знаем, откуда мы отправляемся. Надеюсь, найдем. Тут всего, по-моему, 8 гейтов. Друзья, вот мы и взяли ожидания. Тут совершенно небольшой зал ожидания. Естественно, телетрапов нет. Все отправляются на автобусах. Я даже не знаю, в какой авиакомпании мы будем лететь, ты знаешь? Да, тут совершенно непонятно, что. Ну, это будет чартерная рейс, но все равно чартерные рейсы и какие-то авиакомпании обслуживают. Это будет сюрприз. Ну, что, дорогие друзья, нам долго ехать не вплоть. Вот мы прибыли к самолету. Какой-то странной авиакомпании, которая называется «4U». Никогда в жизни я такой не видел и уж тем более не летал. Видимо, это какой-то, ну, небольшая авиакомпания. Возможно, это какой-то «лоукост». Ну, что ж, грузимся. Мне повезло, у меня место возле окошка, так что мы все увидим, как мы будем взлетать и садиться. Вот первый паспорт подал. Смотрите, ребята, я вижу, что самолет немного протекает, у нас вытекает горючее, так что, если что, вы будете знать причину. Ой, я чую чудовую соловину украинскую ногу. Как я спичу за ней. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы сидеть на самом месте. Тут, кстати, смотри, все на украинском языке. Прямо вся какая-то компания. Кстати, полупустой самолет, я так понял. Просто прекрасно. Аэрмаз-320. Пожалуйста. Пожалуйста. Помогите. Пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, у нас на борту начался, я бы не сказал, что да, нет, это просто воплощение напитков. Томатный сок для начала, а потом еще кофе. Все, что, по 22 часа полета, понятно, что никто гормит, но не собирался на свете. Я всегда на борту пью томатный сок. Это не просто традиция, я просто люблю томатный сок, я его всегда пью. Итак, второе блюдо у нас сегодня, это кофе, где нет сок на губах. И знаете, с чем мы будем пить наш кофе? Точнее, я буду пить кофе, а Настя будет пить чай. У нас есть супер-пап и журтек. Настя купила их еще по дороге в Болгарию, когда у нас была первая остановка, где-то за Белой Церковью. И мы на них постоянно смотрели, мы их носили с собой на каждую экскурсию, но повода съесть их так и не появилось. Теперь есть отличный повод, мы справимся с этими ванками. Это не реклама, если что. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здесь очень тепло, 28 градусов тепла, солнечно. Вот так вот. Друзья, это прекрасно в Киеве, просто последняя летняя погода. И мы здесь. Дом, родной дом. Мы дома, ты счастлива? Ну, я еще не совсем дома, но да. А, я дома. Что начинается самое интересное мероприятие в аэропорту, это раздача подарков. Мы ждем, что же нам выдадут. Вы посмотрите, ребята, первая выдача багажа и третий лот, это мой рюкзак. Ну, просто удивительное везение. Ну что, наконец-то мы добрались из аэропорта на ЖД вокзал. Там мы узнали, что билетов в Донецк нету, поэтому Настя остается в Киеве. Ну, и поэтому с горем мы решили здесь напиться и наесться. Особенно Настя, посмотрите. Сразу видно. Решила эта горесть забить едой. В общем, я не знаю, возможно, это последнее видео уже нашей поездки. Поэтому спасибо, что были с нами все это время. Надеюсь, вам было интересно. Ну, и увидимся в новых путешествиях. До новых встреч. Пока. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи.